Японский чизкейк на столе получился нежным, влажным, ароматным, пушистым, как я обещала. Обязательно приготовьте японский чизкейк, удивите семью, а также гостей. Привет всем! Вы на канале Татьяна. В сегодняшнем видео готовим очень вкусный, пышный, нежный, дрожащий, воздушный японский бисквит. Наверняка вы слышали, что существуют такие бисквиты и пекут их в основном в Японии. Они вкусные и необычно нежные. И поэтому в сегодняшнем видео мы вместе с вами испечем такой же бисквит. Что нам понадобится для его приготовления? Следующий ингредиент. Во-первых, мука, один раз уже просеянная. Понадобится ее 130 грамм. Яйца, которые я разделила на белки и на желтки. 7 яиц я разделила на желтки и на белки. И одно яйцо я его не разделяла. Помните, что яйца должны быть холодными, только что из холодильника. Сахар-песок. Его нам понадобится 130 грамм. Подсолнечное масло, горячее, но не кипяток, 120 грамм. Молоко свежее, теплое, 130 грамм. Щепотка соли. Пакетик ванильного сахара. И одна чайная ложка лимонного сока. Выпекать японский бисквит мы будем вот в такой огнеупорной форме. Ее величина 26 на 20. Итак, я приготовила глубокую миску. В глубокую миску я просеиваю еще раз муку. Насыщаю ее кислородом. Вот так. К муке добавляю горячее подсолнечное масло. И с помощью вот такой силиконовой лопаточки все хорошо смешиваю. Чтобы не было комочков. Этот процесс у вас займет буквально одну минутку. К этой массе добавляю теплое молоко. Можно добавить молоко комнатной температуры или чуть-чуть теплее. И все хорошо размешиваем лопаточкой. До однородного состояния. Очень необычный рецепт. Но результат вас удивит. Потому что действительно получается необычно, вкусно. И казалось бы, как это можно добавить горячее подсолнечное масло. Оказывается можно. И получается вкусно. К этой массе добавляем все желтки и одно яйцо. И лопаткой все хорошо смешиваем. До гладкой консистенции. Чтобы тесто получилось без комочков. Это очень важно. Вот такое тесто должно у нас получиться. Гладкая консистенция. И по густоте чуть реже, чем сметана. Теперь в миске у меня здесь находятся белки. Взбиваем белки с помощью миксера. К этой массе добавляем немного соли. Буквально щепотку. Ванильный сахар. И лимонный сок. Взбиваем в пышную густую пену. Все время добавляя по чуть-чуть сахар. Должна получиться густая и пышная масса. Которая увеличится в размерах буквально в 5-6 раз. Белки мы взбили вот до такого пышного состояния. Состояния глянцевого. Посмотрите. Они не выпадают. До такого состояния нужно обязательно взбить белки. Теперь следующее, что мы делаем. Берем тесто и вливаем к белкам. И аккуратно, очень аккуратно все смешиваем. До однородного состояния. Лопаточкой снизу вверх делаем вот такие движения. Очень аккуратно, чтобы не нарушить структуру белка. В это время у вас должна быть уже нагрета духовка до 170 градусов по Цельсию. Тесто выливаем в форму. Форму я предварительно выстелила пергаментом. Аккуратно заливаем тесто в форму. Форму с тестом встряхиваем. Чтобы извлечь лишние пузырьки воздуха, теперь отправляем в форму вот такой глубокий противень. У вас должна быть подготовлена теплая вода. Заливаем воду в противень. Приблизительно на 1 сантиметр. И в разогретую на 170 градусов по Цельсию духовку отправляем печься наш японский бисквит. При температуре 170 градусов бисквит будет печься 20 минут. Потом, по истечении этого времени, опускаем температуру на 150 градусов по Цельсию. И печем бисквит еще час. Пройдет час. Вы ни в коем случае не открывайте духовку. Просто выключайте духовку. И пускай бисквит побудет там буквально 10-15 минут, чтобы он остыл. Только после этого вы можете смело вынимать его из духовки. Японский чизкейк на столе получился нежным, влажным, ароматным, пушистым, как я и обещала. Обязательно приготовьте японский чизкейк. Удивите семью, а также гостей. Он подается вместе с какао, с чаем, с компотом. Съедается молниеносно. Понравился мой японский чизкейк? Ставьте лайк, делитесь с друзьями, пишите комментарии. До новых видео и до новых встреч. Пока-пока!